Мы находимся на одной из самых оживленных и классных улиц Стамбула на Иссекале И сейчас будем спускаться вниз в сторону Эминёду На этой улице много магазинов, входит знаменитый трамвайчик В общем, покажем вам все самое интересное Ну и, конечно же, прокатимся на пароме Поэтому пересоединяйтесь к нам и давайте прогуляемся по такому пасмурному, но все равно к классному Стамбулу Улица Истекраль выглядит вот таким вот образом Как я говорила вам, здесь много магазинов И вот, например, один из старых домов здесь сносят вот таким вот образом Стамбул никогда не спит, постоянно обновляется Здесь днем и ночью продают вот такие вот вкусные каштаны, семиты Вот так вот их жарят Здрасьте 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 Вот так вот их жарят Здесь много магазинов Конечно же, очень много народу И, несмотря на то, что прохладно идет дождь Мы закончили все наши дела И в этом видео хотим прогуляться по нашей любимой улице и просто надышаться Стамбулом. Потому что, когда мы приедем в следующий раз, мы не знаем, может быть, через месяц, а может быть и через год, и через два. Также можно приобрести на новом новогодние билеты. И можно выиграть 70 миллионов лир. Билеты можно купить целый. Там билет кашпора? Там нет еще. Целый билет стоит 70 лир. Можно купить половинку, и мы купили две четвертинки. Вот так вот билет выглядит. Пожелаем нам удачи. Поп! 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 и посмотрите, сколько здесь разных видов. Невероятно. А вот здесь улица и стекляль постепенно сужается и идет вниз к проливу. Друзья, какая здесь красота и просто наслаждение гулять летом, осенью, весной. Ну, конечно же, зимой в дождь. Совсем другое настроение, но все равно Стамбул, он великолепен. А вот посольство Российской Федерации в Стамбуле, где стоит машина полиции. И уже смесь новой архитектуры и вот такой вот прекрасной старой архитектуры. А вот они, знаменитые истамбульские коты. Ой, какие красивые! Вам холодно? Что? Все не нового, Айхан. Дальше улица и стекляль идет к Галатской башне. И здесь тоже огромное количество маленьких магазинчиков. Можно купить все, что угодно. Очень много здесь лотков с различными товарами, с свежевыжатым соком. И постепенно, вот так вот, идя вниз, мы сейчас придем к Галатской башне. Несмотря на время года, холода, дождь, очень много народа. А, вот, например, здесь продают свежевыжатый сок. Когда мы проезжаем Стамбуле, мы с Айханом всегда проделываем этот путь. От Токсима по улице истекляль до Галатской башни и дальше до Эминьона и до храма Айя-София. Это у нас, скажем как, такая традиция. И, наверное, это один из тех маршрутов в Стамбуле, которые обязательно нужно проделать. Потому что, ну, не знаю, это... Это на этом маршруте вы увидите Стамбул со всех сторон. И большие центральные улицы, и маленькие магазинчики, и большие. И, в принципе, основные достопримечательности, и дойдете до моста и до Эминьона, одного из самых классных районов. Ну, а дальше большой базар, грамм базар и также все основные достопримечательности. Вот она, Галатская башня. Можно подняться на самый-самый верх. Там, кстати, есть симулятор. И можно спуститься по старинной лестнице прямо вниз. Здесь один из самых главных символов Стамбула, Галатская башня. И здесь начинаются самые живописные и интересные улочки, которые ведут непосредственно к мосту, к именю. Но вот вы видите, туристы стоят в очередь, чтобы подняться на башню. Ну, а спускаясь по вот этим улочкам, здесь очень красиво ночью и вечером все подсвещается. Галатская башня играет различными огнями. Вот смотрите, как она выглядит. Здесь тоже много разных магазинчиков, всяких кафешек, магазинов с аутентичными товарами, ручной работы, секонд-хендов, магазинов, где можно приобрести всякую бижутерию, одежду, сувениры. В общем, вот он, настоящий Стамбул. И когда будете в Стамбуле, обязательно прогуляйтесь по этому же маршруту. Потому что, ну, у вас останутся просто незабываемые впечатления о городе. Вот такие вот, видите, кафешки. Летом здесь все заполнено людьми товары, ручной работы, конечно же, расписанные граффитчиками улицы. Дом, который скоро тоже снесут, видите. Илья Айхан говорит, его либо снесут, либо отреставрируют. В общем, неизвестно. Но мне кажется, этот дом здесь давно уже стоит, и никто его что-то не реставрирует. Очень много здесь вот таких вот небольших лесенок, спускаясь по которым, перед вами открываются различные исторические здания. Берите с собой удобную обувь, потому что ходить придется много. Мы уже дошли до моста, сейчас спускаемся в подземный переход, приходим на ту сторону улицы и попадаем на Галатский мост. В подземном переходе здесь большое количество магазинов. Можно купить сумки, зонты, чехлы, обувь, одежду. В общем, очки, все что угодно. Мы уже на Галатском мосту, конечно же, здесь очень много рыбаков, постоянно чайки, корабли. И на той стороне мы видим красивую панораму, огромное количество рыбаков. Вот она, знаменитая панорама Стамбула, с рыбаками, мечетями и корабликами, морскими трамваями. По вот такой лестнице можно спуститься в самый низ и прогуляться под мостом. В этот раз, друзья, мы не поедем на таком пароходе, но мы вам показали, как они выглядят. И вы можете уехать и на Кадыкове, и в другие районы Стамбула на вот таком вот пароходе. Ну, а здесь расположены многочисленные рестораны. Сейчас, конечно же, на улице не посидишь, потому что холодно только внутри. Но летом и всю погоду находиться здесь просто одно удовольствие. А вот с этих лодок продают знаменитый балык Эк-Мек. И это хлеб с рыбой. И посмотрите, какое огромное количество чаек. Все ждут, чтобы украсть поесть. Вот эти лодки. И на них продают бутерброды с хлебом. Не забудьте про нашу группу на Фейсбуке. Айхан и я, мы делаем для нее много разных вещей. Перейдя через Галатский мост и по переходу мы попадаем в одну из самых интересных частей Стамбула. Эминьону. С противоположной стороны можно уехать на лодке. А здесь начинается знаменитый египетский базар, где можно приобрести различные приправы, сладости и так далее. И пройдя через этот базар, мы попадем уже на Гранд Базар. Самый большой торговый центр в мире. И старый торговый центр в мире, где расположено несколько тысяч магазинов. Есть свой полицейский участок, рестораны. Вот они, самые знаменитые торговые улочки Стамбула. Уже продаются новогодние украшения. Здесь всякие разные кафе, рестораны. В общем, город в городе. Вот они, ёлки. Кто хотел белую ёлку зелёную? Здесь, в районе Эминьону, можно найти и купить просто всё. Проделав длинный путь по боковым улицам, мы пришли на Гранд Базар. В общем, самый большой и старый торговый центр в мире. Проделав длинный путь по боковым улицам. Мы выходим из Гранд Базара и отправляемся в сторону Айя-Софии и мечети Султан Ахмед. Опустился вечер на Стамбул. Начинается ветер. В общем, пора нам тоже идти. Вот так убирает мусор в Стамбуле. Ящики, которые находятся под землёй. Браво, ювелирная работа. И нет ящика. Друзья, мы дошли до самого красивого места в Стамбуле, где находится мечеть Султан Ахмед. Напротив мечети Султан Ахмед находится Айя-София. И за Айя-Софией находится дворец Топ-Капы. Когда приедете в Стамбул, обязательно приходите на эту площадь. Дорогие друзья из Стамбула. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно приходите на площадь, на самое красивое место в Стамбуле. Смотрите мечеть Султан Ахмед, приходите в Айя-Софию, в дворец Топ-Капы. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Мы завтра уезжаем в Аланью. Встретимся уже там. Всем всего хорошего. Пока-пока.